Всем привет! Прислал нам Сергей Кушнеренко Сергей Михайлович свою сборку Linux Mint KDE 32-битный для тестирования Ну что сразу скажу Первое Как мы и говорили, что если контрольные суммы не совпадают, мы и проверять не будем. Контрольные суммы из-за образа те, которые Сергей Михайлович привел полностью совпали. Вот он приводит свои данные. Вот скайп, вот его электронная почта вот пароль, значит логин для входа и пароль Вот список установленных программ Значит Черри 3, там Симпл Сканер Класси, Систем Бак Ну, скажем так Все самое необходимое есть Значит практически Ну может быть единственное я бы порекомендовал бы в школе есть программа для записи с экрана но должен быть и редактор OpenShot желательно Хороший, простой надежный Ну, это скажем так Мысли вслух это ни скольким образом никоим образом не умаляет достоинства данной сборки Объясню почему Ну, что мне собственно говоря кеды не очень-то нравились Как-то раз попробовал не пошло Да, я и перестал этим делом заниматься Вот А тем не менее вот человек взял поднастроил и вот такую вот любопытную штучку он сюда воткнул еще Смотрите как Чем-то напоминает гномовские штучки Не так ли? Очень крупные сочные яркие как говорится иконки легко там сразу там выбрать что там вам нужно И в таком плане Значит Любопытная штучка Мне она собственно говоря понравилась Значит Ну что Давайте попробуем посмотрим как она будет записываться Допустим я хочу сделать установку системы У меня есть значит на 9 разделе свободное местечко Вот я его сюда воткну Файл своп Ну Я просто его обозначу здесь Подсоединим Да в принципе этого и достаточно будет Нажмем на кнопочку дальше И пусть значит он стартует себе спокойно И работает Ну Что я могу сделать Пока там суть до дела 1756 Ну куда-нибудь вот сюда я напишу 1756 Так Ну давайте поползнем еще что Еще значит кроме опеншота вот мне нравится собственно говоря программка конки ну на любителя конечно Вот он голубчик есть Так Ну так а чего тогда ну давайте мы тогда его как-нибудь сюда не перетягивается Ну ладно запустим Есть такой голубчик так Вот он все информацию системную показывает Я так люблю когда видна системная информация Так интернет вроде бы как подцепил но это легко проверить Ну значит Network у меня показывает ЭТХ Да все нормально Единственное значит что еще Сделаем чтобы автоматически запускалось В принципе сборка сделана хорошо настраивается легко Видно что человек над ней скажем так поработал Ну еще давайте посмотрим Я обычно люблю ставить программку вот И варится есть Ну давайте Ну давайте Не очень то да Бывает Ну давайте Какой нибудь возьмем там себе Вот яблочко например Ну вот яблочко не хочет устанавливаться и все хоть и треснет Ну ладно В конках эта проблема в кедах эта проблема давно была я помню с ней сталкивался что варите на кедах не очень хорошо работает там даже на сайте Питера Леви там было приведено там головоломное решение как там эту проблему обойти вот ну если кто-то покопается в принципе варите должно заработать и так 17 59 18 56 ну что 3 минуты сборка там ну 4 ставилась сборка теперь значит просто-напросто я перезагружусь и проверю как оно все работает вот и все и так значит я нахожусь на жестком диске вот посмотрите 56 гигабайт занято всего лишь 5,88 ну около 6 гигабайт сборка такая получилась компактная значит единственное что я значит вот сейчас подправлю значит для автора сделаю скажем покажу что нужно сделать вот здесь вот имеется режим редактирования он чуть даже и не хочет редактироваться ну ничего страшного мы это сделаем по-другому все равно мы это сделаем сделаем это вот таким образом так конки конки Алексей меня тут вот она красавица это сидит и никуда она от нас не денется значит вот здесь вот я просто-напросто хочу кое-что вставить потому что автор он и есть автор это его сборка так здесь мы напишем автор сборки Кушниренко Сергей Михайлович вот это уже будет скажем так отражать действительную сущность вещей дан его скайп и дана его почта если какие-то вопросы возникнут значит с человека можно будет связаться по этим данным так пошли дальше значит я сразу сказал что мне сборочка в принципе понравилась сборочка хорошая значит дальше вот особенно еще раз повторяю мне понравилось это вот напоминает гномовские как говорится менюшечки там все эти ну понравилось короче вот и все так дальше чтобы я добавил вот я бы добавил значит сюда вот что менеджер пакета редактор open shot объясню поскольку у автора значит здесь вот есть значит программа для записи с экрана я еще как говорится файлики не только там записан но я их редактирую поэтому допустим но для себя вот если я пользуюсь этой сборочкой я добавляю программу для редактирования видеороликов автор сам решает включить это изменение в сборку или нет я собственно говоря настравлю сборку именно под свои нужды если автор посчитает он значит эту программку включит особенностью значит здесь является то что после установки программы open shot надо будет еще установить еще один маленький прямобах чтобы open shot работал нормально ну это я вам скажем так я вам покажу вот запускаем программу ух ты она даже встала без одного как говорится ну тогда нормально потому что иногда бывает что программа она значит не находит там фрей 0R а здесь практически вот пожалуйста видеоредактор встал и я обычно так где он тут вот оно вот я его закрепляю на карадоке и ставлю рядышком с программкой для записи с экрана куда-нибудь там вот сюда сейчас подзакрою вот попробую его сюда переместить не очень-то он хочет перемещаться что-то совсем странное ну ладно так опция нет ну в целом не просто левой кнопкой нажимаешь и не отпуская ее тянешь это дружочек тут не хочет перемещаться таким образом ну ладно оставим как говорится это не столь уж важно по крайней мере значит вот программа для записи с экрана и программа значит для редактирования видеороликов проигрыватель значит имеется видеопроигрыватель хороший тут и спору нет вот пожалуйста посмотрите значит графические программы представлены как говорится нормально есть гимп есть программа иметь мэджик кому что надо там тут установит значит что имеется здесь имеется скайп имеется мегасинг имеется тимьюер дропбокс я не вижу но скорее всего дропбокс можно будет установить из стандартного менеджера загрузок менеджера пакетов тимьюер работает нормально допустим так мультимедиа ну вот теперь у нас опеншот появился программа для записи экрана и видеопроигрыватель вот все три в одном как говорится месте джипартед имеется джипартед программка значит хорошая теперь значит системы значит так ну два арча значит вот этот вот я просто уберу линукс мин кд значит здесь он есть так арчик есть ну а винду мы подвинем на заслуженное заднее место так первый будет грузиться ценамон второй арч линукс третий кеды так арчик пока у нас еще в развитии поставим его на третье место так пойдем на стройки первым грузиться будет у нас ценамон я не люблю вот эту вот картинку на экране во время загрузки я всегда ее убираю я люблю бегущие строки если вам нравится смотреть просто на картинку на экране ну тогда не убирайте то что я убрал я предпочитаю видеть команды потому что если что-то происходит я сразу могу записать это на бумажку событие и на другом компьютере поискать по интернету как решать проблему вот и все а если картинка висит на экране начал грузиться завис и вы не знаете то ли он грузится то ли ничего не делается ну вот значит теперь мы можем посмотреть как оно будет выглядеть сейчас я размещу рядышком там мне не удается их поместить так а если я нажму допустим не идет никак ну ладно не буду я тут это самое вдаваться в подробности я просто хочу вам показать вот что юзер и долго бы я ждал инерция единичка бург вот мы посмотрим как выглядит сейчас меню загрузки вот оно теперь будет выглядеть примерно вот таким вот симпатичным неким образом ценамончик кеды арч и скажем так винда в принципе я считаю что нормальное меню загрузки таким вот образом да ну вот долго я искал оказывается ну вот здесь сидит параметры системы вот здесь вот я хотел посмотреть вот видите окна немножечко вязкие это значит что автор делал эффекты а у него тут есть волшебная лампа дрожащие окна и вот он их так амплитуда колыхания по центру сделаем посмотрим что сейчас будет вот уже посмешнее так ну ладно значит что хотелось бы еще посмотреть один секунд я бы хотел посмотреть клавиатуру ну похоже здесь мне этого не удастся сделать почему потому что я уже вижу что вряд ли то что я хочу сделать мне это удастся я имею ввиду что чтобы смену смена языков показывалась не буквами а флажками скорее всего вряд ли так вот раскладки показывать индикатор так флаг страны а почему собственно ага вот настроить ну хорошо я вот это дело обозначил так ну применить допустим о вот это мне нравится вот это уже я люблю какая малость нужна человеку по alt shift все переключается вот это вот уже хорошо так здесь где-нибудь она присутствует или нет нет здесь вот уже появилась значит мы можем вот что посмотреть автозагрузка где тут автозагрузка эффект оформления что-то я не вижу автозагрузки ну ладно не будем придираться так энергосберегающие я всегда отключаю так экранчик отключаю не нужны мне все эти блокираторы так а вот автозагрузку я не нашел наверное пропустил ну и ладно вот можно окно входа в систему сделать вот таким посмотрите и колышется там и движется не просто статичная табличка а тут пользователь будет набирать просто свой парольчик можно сделать его и вот таким темная темная ночь силен летучие мыши летают комета вам пролетела можно вот такую штучку сделать владимир одному из пользователей ему значит понравилось сейчас покажу по-моему вот это да ему понравилась вот такая вот заставочка то есть все делается как говорится на любителя на любой вкус ради бога значит что дальше использовать использовать так автоматический вход вот если я не хочу чтобы у меня там спрашивало пароль и так далее то вот я вот здесь вот включаю автоматический вход там задержка ну например там 10 секунд все и никаких там этих красивостей не будет просто будет осуществляться автоматический вход в систему вот так вот конфигурируется значит окошко входа ну ладно значит в принципе мне сборка понравилась сборка сделана хорошо у автора скажем так имеется свое лицо ну там мелочевку там это самое уж сами делали так себя милого и представьте вот поэтому значит автору значит Сергею Михайловичу большое спасибо от всех нас за хорошие кеды я честно скажу кеды мне не очень нравились ну вот только что вот как там тасовать допустим в менюшке вот все эти кнопки я честно говорят так и ну давайте посмотрим может быть настройки как-нибудь это будет дано так внешний вид дополнение да нет тут их никак не перетасуешь то так ну ладно не буду я сильно протираться так почему у нас при запущенной программе значит варите он почему-то не хочет это самое переключаться это вот нахал вообще-то так пять минут дадим ему одну минуту менять я буду при запуске запускать варите при старте системы да закроем но проблема-то не хочет решаться я даже вот беру переключатель обоев выбираю любую там обоину вот я по ней кликаю она не устанавливается сидит как говорится влетая ну сварите надо будет разобраться или вообще не ставить или поднастроить значит практически сборка хорошая единственное поднастроить только варите я я конечно хотел чтобы в сборке присутствовал видеоредактор open shot а в принципе ну опять таки ну я сам всегда его смогу поставить вот и разобраться с программкой варите вот она что-то немножко глючит так программа бунтут вик ну любимый пылесосик давайте посмотрим чего тут поднабралось и окошечки видите немножечко там это дрожащие сделанное так ну что тут всего понемногу я даже и в интернет не бегал никуда ничего а ну тут он нашло как говорится грехов на 30 на 23 мегабайта ну подождем ничего страшного все система чистая тут чистить нечего потому что тут я только поставил ничего даже не трогал это вот данные мои значит цпушка у меня там 3 гигагерца память 4 гигабайта там вот он сделал 32-битную сборку это вот и 686 у меня в принципе система 64-битная но тем не менее значит вот пожалуйста значит она встала и работает у меня на 64-битной машине и работает скажем так абсолютно нормально ну я еще парочку программ поставлю которые мне просто бывает необходимы это Dropbox никуда от них не деться и также значит мне нужна бывает постоянно вот эта программа если вам что-то не нужно вы всегда это можете взять и убрать вот и все ничего тут супер такого сложного нет вот допустим что такое Клеопатра я даже не знаю что это такое так да не буду я ничего просто уберем да и все вот виртуальную коробочку запустим посмотрим вот виртуальная коробочка ну здесь пошло но у меня но первый раз даже не хотела грузиться на ценамоне сборка так а имя ну юзер я бы делал автоматический вход просто и все не напрягал людей при входе ну и что ну вот так вот оно все это дело грузится на виртуальную машину то есть вот так вот я тестировал сборку потом взял записал ее на флешку значит и с флешки установил на жесткий диск вот теперь у меня она сидит на жестком диске до лучших времен ну видите все нормально все работает как говорится вот включаем машину здесь значит я просто убираю все чтобы место не занимало вот таким вот образом то есть практически любые настройки и до настройки вы сможете всегда сделать сами то что вам надо взять да установить что не нужно взять и убрать так что спасибо Сергею Михайловичу за хорошую сборку кедов давно кстати этого ждал ну все всем желаю успехов и удачи и до новых встреч до новых Продолжение следует...